В этой квартире даже коты чувствуют себя, как на Ноевом ковчеге. С потолка время от времени грядет потоп. В ненастную погоду жильцы расставляют тазики для воды, а со светом сложнее. Во время дождя приходится жить в полной темноте. Свет включается, да, опасно. Течет вот здесь по стене. Вот розетку пришлось отключить. Звонок тоже замкнуло. В среде ночи пришлось все это перерезать. Раскается грибок с бешеной скоростью. Пошел в комнату грибок по стене. В темноте и под музыку дождя, за окном их квартирах, люди живут уже два года. Сотрудники управляющей компании приходили, но их методы ремонта кровли не оправдали себя. Вот это немененное. Вот это. Вот оно было заложено просто. А оно все протекает. А что оно все поднимается? Вот этот вспученный. Долгое время дом обслуживала управляющая компания МППЖРТ. Но с июля жителям начали приходить квитанции за коммунальные услуги от совсем другой конторы. Чтобы составить акт о прохудившейся кровли, приходят сотрудники из обеих, говорят жители. Правда, после этого изменений никаких. Люди окончательно запутались. У них какая-то происходит там реорганизация в управляющей компании, какое-то отделение по районам, куда чего. Но мы, мы-то здесь при чем? Мы, у нас договор конкретно нашего дома заключен с ООО МППЖРТ с Тагановым. И все аварийные ситуации, и не только аварийные, и текущие, все должен делать он. Сотрудники МППЖРТ, в свою очередь, от дома открещиваются. Мол, это уже не их забота. Мы их не обслуживаем сейчас. В городском департаменте ЖКХ поясняют, МППЖРТ не справилась со своими обязанностями. И в июле дом передали в управление ПЖРТ железнодорожной. Хотя жители до сих пор не расторгли договор с прежней управляющей, новая взялась за обслуживание дома, рассказывает ее директор Алексей Чернов. И ремонт кровли, говорит, у них уже стоит в планах. В течение полутора, максимум двух недель мы выполним эту работу. Посмотрим, ужмемся так, чтобы сделать в течение недели. Просто вот такой вот затяжной момент, вот этот переход. Житель не понимает, кто к кому на обслуживании находится, кому платить. Вот, и вот такая неразбериха произошла. Директор управляющей компании надеется, после ремонта крыши ему удастся оформить отношения с жителями официально. А людям в это время остается надеяться на солнечную погоду. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.